Ранелетний сорт народной селекции. Генетическое происхождение его неизвестно. Дерево сильнорослое, высота 5,8 метра, диаметр 5,0-5,5 м, с вертикально-овальной кроной, образованной мощными немногочисленными ветвями темно-бурого цвета. Побеги средней длины изогнутые, голые, с многочисленными вытянутыми чечевичками. Почки ширококонические, голые, сильно прижатые. Листовая пластинка средняя, округлая, темно-зеленая, гладкая, слегка вогнутая, кожистая, блестящая, с волнистыми пильчатыми краями. Прилистники длинные, кленовидные. Плоды средние, массой до 130 грамм, выровненные, короткогрушевидные. Кожица сухая на ощупь. На основной светло-зеленой окраске заметный размытый розовый румянец, занимающий 1 дробь 5 поверхность плода. Подкожные точки крупные, зеленые, в ореоле. Плодоножка длиной до 4 см, изогнутая, деревянистая, косопоставленная, с небольшим наплывом, голая. Чашечка средней величины, открытая. Чашелистики короткие и острые. Блюдце среднее, слабоскладчатое. Подчашечная трубка, чашевидная, мелкая, средней ширины. Сердечко луковичное, маленькое, расположено ближе к вершине плода, несимметричное. Семенные камеры закрытые, гладкие. Семена округло-яйцевидные, темно-коричневые. Мякоть белая, средней консистенции, крупнозернистая, полумаслянистая, с небольшим количеством крупных каменистых клеток, сладкого вкуса, со слабым ароматом. Химический состав плодов. Сухих веществ 15,9%, 14,0%, 18,4% сумма сахаров 8,9%, 7,4%. 10,7% титруемых кислот 0,18%, 0,13%, 0,27% на сырой вес. Отношение сахара к кислоте 52,4%, 28,8%, 83,8%, аскорбиновой кислоты 7,0%, 0,100%, 4,2%, 11,3%, 100%, R-активных веществ, катехинов, 13,100%, флавонолов, 8,0%, 100%, сумма фенольных соединений. 240 мг, 100 г, сумма пектиновых веществ 0,55% на сырой вес. Плоды начинают созревать во второй половине июля, хранятся не более недели. Назначение плодов, потребление в свежем виде и для переработки. В плодоношение вступает на 7-8 год. Урожайность 60 кг с дерева, периодичность плодоношения выражена слабо. По результатам полевой оценки сорт зимостойок и засухоустойчив. Устойчив к грибным и бактериальным заболеваниям. Достоинство сорта – хорошая урожайность, устойчивость к вредителям и болезням, неблагоприятным факторам среды, хороший внешний вид. Груша плодовая и линка – это многолетнее растение. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, садов. Груша прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола груша плодовая и линка можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания груши прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает груша плодовая и линка в месяц май. Интересные цветы груша могут быть до 2 см. Лист этого прекрасного растения по форме эллиптический. Плоды груши созревают в месяце август-июнь. Форма у плода грушевидная. Цвет плода желтый. Вкус сладкий, мякоть плотная. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что груша плодовая и линка – частично самоплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok